Всем привет! Вы на канале Мать-Героиня, с вами Лёшка-Картошка и канал Алексей и Кухня. Пока что некоторое время на канале Деревенский дневник очень многодетной мамы, Мать-Героиня и, собственно, Алексей и Кухня, кормящая сестра, вместе со своей сестрой Женей. Мы головны и будем снимать для вас ролики, как справляемся, делаем какие-то дела по хозяйству, и, собственно, вести мамины соцсети, публиковать для вас контент. Лично я буду очень стараться его делать интересным, заряжающим, мотивирующим, вдохновляющим и всё к этому предчастующим. Я буду говорить как есть. Сегодня суббота, не знаю, когда выйдет этот ролик. Скорее всего, в воскресенье либо в понедельник. На следующей неделе тепло на улице, вообще жара, поэтому мы в шортиках. И вышли на улицу прибраться на летней кухне. Там небольшой беспорядок остался после того, как отвозили заказ клиентам в Мичуринск. И прибраться. Ещё надо будет просепарировать. Также придём домой, будем что-нибудь вкусненькое готовить. Детям на ужин... Ужинать? Дорогие лучики солнца! Привет! Желаю вам приятного просмотра, взмякайте лайк, наливайте свой любимый напиток, пейте его и смотрите с удовольствием. Пих-пах! Поехали! Тжу! Всех приветствую на летней кухне! Да, знаю тут небольшой колобардак, который сейчас надо будет прибрать. И я не стесняюсь это показывать, потому что это было совершенно просто, когда собирали заказ. Они всё время такая тут... Такой тут беспорядок. Поэтому мы наберём в бак сейчас молочко, которое надо просепарировать. Поставим его греться. И начнём уборочку. На ускоренке. Собственно, молока нам немного предстоит отсепарировать. Тут оно всё в вёдрах находится. Это немножко ускоряет весь момент переливания из банок. И мыть банки не придётся. Это мы быстренько справимся. Всего лишь один бачок просепарировать надо будет. И отнести поросятам обрат. Или на творог его поставить. Антошка! Антошка! Пойдём копать картошку. Антошка! Антошка! Пойдём копать картошку! Тили-тили! Тролевали! Я, который был вчера на соревнованиях. Ноги жутко болят. Не сильно вот таки выспался. Мешают провода нести камеру. Но самое главное, с позитивом относиться к своей работе, которая предстоит. И она у тебя легко всегда будет проходить. Перед тем, как будем сепарировать, надо бачок ополоснуть горячей водой, его продезинфицировать. Поехали! Ставим бачок на плиту. Да, интересно, какая из них работает. Вроде, если не ошибаюсь, вот эта работает. Да. Всё верно. Она сейчас ещё будет выдавать помехи. Так оказалось, что на летней кухне электрическая плита не чувствует бачок. И мы общими усилиями его перенесли на кухню. Сейчас включаем под ним конфорку. И уходим прибираться на летней кухне. Всё, отлично. Побежали на кухню. Сейчас большую посуду, которая будет мыться там. На скотном дворе я сложу в стопочку. Оставлю всё, что будет мыться тут. Помоем. И потом пойдём в тёплое помещение. Собственно, наверное, это всё, что есть. Это чистенькое. Это чистенькое. Это надо будет отнести в подвал. Это заказы возить. Да, собственно, собственно. Так, а тут что? Немного посудки. Всякого мусора, который надо выкинуть. Сейчас быстренько с этим разберёмся. Это чистое. Степной бурьян. Ну что, теперь мы переходим на другую локацию. Это у нас помещение на хоздворе. Мыть вот эту небольшую горочку посуды. Пользуюсь небольшим моментом, пока нахожусь в такой вот ситуации. Мою посуду и, ну, просто вот то, что пачкается в нашем доме и используется в работе. Что я хочу сказать. Знаете, мои ранние стереотипы, то, что мыть посуду, готовить должна девушка, они вот были, да, вот так вот просто вот сцеплены. И они вот разом, когда я сам это попробовал сделать, они вот так вот рухнули. Просто провалились. Это так тяжело. Это очень тяжело. Поэтому мужчины, которые смотрят этот ролик, удивляйте, цените. Давайте отдых своим девушкам, пробуйте их сделать сами работу. Да, кстати, даже просто постирать, следить за тем, чтобы бельевушки, грязное бельё было, его там не было, тоже сложно. Забываешь, а потом такой утром, знаете, присыпаешься и у мужчины там на полочке всё чистенькое. Ну, который вместе с женой живёт. А вот, представляете, вам надо проснуться утром и вам надо всё это загрузить туда, проконтролировать, чтобы она постирала, вытащить, посушить, повесить, рассушить. Это сложно. Держать у себя в уме всю эту тему, это сложно. Поэтому моё уважение тем, кто это всё делает. Ставлю вам сам лайк от своего сердечка. Сейчас бы тут музыку подрубить, было бы круто. Ну, я работаю без музыки, телефон на зарядочке. Поэтому сами споём. Ой, как это популярная песня среди наших каналов, которую я зафорсил. Если я так буду жить и не петь в скуке, делать свою работу, я мало смогу сделать работы. Я буду задумываться о чём-нибудь плохом в своей жизни, грустить. Кстати, чё-то горячей воды не идёт. Тут кран просто немножко по-другому установлен. Где холодная вода, там горячая. А где горячая, там холодная. О, коня. Ну, вот так вот быстренько, интересненько мы промыли, помыли всю посуду, которую надо было помыть. И возвращаемся на летнюю кухню, молоко уже уверен. Готово, подогрелось на плите газовой. И будем сейчас сепарировать. А это тут мы оставим, потому что вечером будет дойка. Это всё понадобится в работе. Хрюшки отдыхают в теньке. На солнце им не хочется позагорать. Вот как устроились. Прикалодесные. А тут курочки совсем рядышком. Ко-ко-ко-ко-ко. Многие спрашивали, как себя Леона чувствует. Она хорошо. Сейчас тепло. Мошка к ней пристаёт. Полна сил. Здорово. Да, Леона. Дай лапу. Дай лапу. Привет-привет. Молодец. Умная, хороший пёс. Теперь нам предстоит собрать сепаратор. Это делается максимально легко. Главное уметь, и всё получится. Если отвечать на вопрос, тяжело ли жить в деревне, в селе, я так скажу. Если у вас, если у вас лежит сердце ко всей этой работе, то вам будет легко. Да и так во всём. Если вы любите сидеть в офисе, работать, программировать, быть менеджером какого-то блогера, быть видеомейкером, маркетологом, и вы это будете именно любить, то для вас эта работа будет легкотнёй. Вы будете успокаиваться, находить себя в этой работе, отдыхать. Если кого-то что-то не устраивает в работе, да, я советую, увольняйтесь там. Никаких больших, огромных плодов это вам не принесёт. И позаботитесь от своей психики, которой вам ещё должно хватить. Ой, насколько-насколько. Ну, если, кстати, рассматривать мой случай жизненный, то я просто люблю работать. Я люблю любую работу. И я также люблю и в селе маме помогать со скотиной, там-то-сям-то возиться. Ну, мне не очень нравится пачкаться. Что? Это получилось, но вот. О, сдачу ты мне ещё принесла. Ой, давай. Потому что ещё... Спасибо большое, мне тут чупик принесли. София подошла, попросила у меня денежки, говорит, хочу себе сходить, купить славдости в магазине. Дай мне 10 рублей, чупачуп себе куплю. А я говорю, а у меня нету 10 рублей. Дал ей 50 рублей. Говорю, купи мне тоже чупик. Да, я не очень люблю пачкаться. Хотя, наверное, полюблю, если мне дадут вот одежду, как бы, пачкать себе в ней сколько угодно. Когда убираюсь на хозяйстве, с животными справляюсь. Но это можно как-то перетерпеть. А так, ухаживать, гладить, доить, лечить. Это прикольно, интересно. За свои сколько-то жизни лет в селе я много чего переделал. Много вместе с мамой, вместе с ветврачом мы спасали коров, свиней. Обкалывали их, заливали жидкость, выпаял маленьких поросят. Но и также я люблю городскую жизнь. Жить на квартире, ходить в офис. Кстати, я на учебу не люблю ходить. Учителем я точно никогда не стану. Ну, именно в школе. Субтитры сделал DimaTorzok Слипки убираем в холодильник. Потом будем как-нибудь с вами вместе делать маслице из них. И, ну, сейчас чуть-чуть придерусь. Фотоаппарат тоже разлежается. Поэтому встретимся с вами в доме. И вас ждет что-то вкусненькое. Что-то очень интересненькое. Сейчас 7 часов вечера. Тут Надежда нам готовит на ужин запеканочку. Творожную запеканку. Тут уже происходит какой-то типа ужин, небольшой перекус. Ника. Это огурчик кушает. Как у тебя дела, принцесса? Огурчик у тебя весь на когте. Вот такие у нас котлетки на ужин вместе с макарошками. Просто посмотрите на этого чудо-ребенка. Салатик ему понравился. Еще не съел, уже добавляет к себе. Так нельзя. Нельзя. Ладно, давай. В рот. В рот я. Мультик, будешь смотреть? Эй, не что я? Пойдем. Пойдем. Яков, нормально кушай. Ты меня слышишь? Нормально кушай. Такая получилась румяная запеканка у Надежды. Вкуснятина. Ну а я с вами, дорогие друзья, уже целый день нахожусь. И там, и сям, и только сейчас с прямого эфира пришел. Сейчас немножечко прикреплюсь этой румяной, очень вкусной на запах запеканочкой. Попью чайка, пойду садиться за компьютер работать. Хочу сказать о том-то, что я развиваю Маймин второй Яндекс.Дзен канал, на который я оставлю ссылку в описании. Я буду максимально благодарен тем, кто подписывается на него, смотрит ролики, которые я там выкладываю, пишет комментарии и ставит лайки. Я уже монетизирую контент, который выкладываю на второй Яндекс.Дзен за два дня. Я заработал 48 рублей. И все благодаря вам. Спасибо большое. Очень приятно. А также подписывайтесь на телеграм-канал моей мамы. Мой телеграм-канал Мульти Алешка. Я там с вами 24 на 7. И буду очень рад вас везде видеть. А также на мой канал Алексей Кухня. Спасибо за 31 тысячу подписчиков. Мне очень приятно. Я для вас стараюсь. И спасибо за ваши старания. То, что не ленитесь нажимать на серую кнопочку снизу подписаться. На красную точку снизу. И делайте ее серой. Спасибо за просмотр этого ролика. Жмякай лайк, если еще не поставил. Пиши комментарий по поводу всего-всего, что возникло в течение всего ролика. Буду все читать, лайкать и отвечать по возможности. Люблю, целую, обнимаю. Удачного посева в майские теплые деньки. Я, который не знаю текста и просто пою для души. Вы осуждаете. Хейтеры мое творение. Не понимаю, что это просто для души. Смотри, Жень. Вот эти вот, короче, моменты, как я прибираюсь, поставишь на скорость. Если я где-то что-то буду балакать, реально интересное, то... Ну, это оставь. А так, скорее всего, ничего интересного не будет. Скорее всего, возможно, интересное я оставлю на тот момент, когда буду сепаратор переливать в воду. Ой, молоко.